Август будет засушливым для некоторых регионов Казахстана. Эксперты отмечают, что этот год выдался аномальным. Как недостаток осадков сказался на урожай, узнавала Людмила Батюшкина. Фермер Георгий Прокоп говорит, в его местности 3,5 месяца не было дождей. Тем не менее, он ожидает, что соберет по 10 центнеров картофеля с гектара. Это меньше на 4 центнера, чем обычно, но неплохо, и у хозяйства будет возможность развиваться. То, что требуется от тебя, надо все дать земле. А земля понимает ли, даст ли тебе взамен. Там, где относятся с душой к своему делу, там везде нормально. Средний урожай везде будет. Между тем, в августе по агрометеорологическому прогнозу опять будет дефицит осадков во многих регионах. Зашиха по-прежнему прогнозируется в Кармакшинском районе, Козловдинской и Каракиянском районе Мангистанской области. Дефицит осадков ожидается в Этикибийском и Хрунтавском районах Актюбинской области, в Нуримском районе Карагандинской области, в Зайчанском районе Восточно-Казахстанской области и в районе города Аталын-Устанайской области. В этом году прогадали фермеры, которые посеяли пшеницу рано в начале мая. Растениям не хватило влаги, они рано выбросили колос, и там урожай слабый. Кто сеял позже, соберут побольше. Себестоимость пшеницы в Казахстане – 150-160 тысяч тенге за тонну. Но из России завозят более дешевое зерно, и Демпингцен больно бьет казахстанских фермеров. В то же время Минсельхоз ставит вопрос о запрете экспорта казахстанской пшеницы. А касательно хлебоболочных изделий, без пеки и муки, я думаю, что удорожание в любом случае будет. Но опять-таки это зависит не от фермеров, это зависит от общих факторов. То есть фермер самостоятельно цену никогда не повышает. Хлеборобы просят оставить экспорт хотя бы в Таджикистан и Узбекистан и запретить ввоз российской пшеницы. Гораздо хуже животноводам. Из-за отсутствия дождей нет травы, и сено резко подскочило в цене. Пласти скот тоже негде. Вокруг многих сел распахали все земли вплоть до сопок. В итоге сейчас не только в личных хозяйствах, но и во многих фермерских массово режут скот. Мясо временно дешевеет, но ближе к зиме мы увидим новые цены. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова